В Хасанском районе Приморского края стоит обдуваемый всеми ветрами скалистый мыс Клёрка, который сам по себе лишь южная оконечность одноименного полуострова. Его природные богатства и красивые пейзажи трудно переоценить, а с недавнего времени здесь оформили свои земельные участки как минимум полсотни новых и, как оказалось, не очень счастливых обладателей Дальневосточного Гектара. Игорь и Светлана Клименко не только счастливые супруги. Недавно они заключили договор по ДВГТару и теперь по закону обязаны его осваивать. На этих кадрах видно, как люди в форме не пускают гектаристов на их территорию. Внезапно военнослужащий передает телефонную трубку мужу. На другом конце провода кто-то из командования то ли полигоном, то ли частью, которые находятся там же, на мысе Клёрка. Как такое возможно и почему вроде бы правомочных посещать свои участки людей не пускают к себе на гектары, попыталась подытожить супруга Светлана. По ее словам, случилось что-то вроде конфликта между отдельными ветвями власти. В вопросе гектара на полуострове Клёрка исполнительные и регистрирующие органы по каким-то причинам не могут договориться и выяснить зону ответственности друг друга. Когда Светлана только начинала оформлять участки, общедоступная карта говорила о том, что все в порядке. Позже на ней появился загадочный серый квадрат, но будущие гектарщики не растерялись и взяли участки чуть повыше, там где на экране виден прямоугольник. Для того, чтобы добираться до гектара, здесь есть две дороги. Казалось бы, нам повезло, потому что не у всех людей есть такая возможность. Очень удобно. Но на одной из дорог стоит шлагбаум военных, который препятствует проезду гектару. А другая дорога, она перерыта посередине большими, точно так же военными, чтобы люди могли туда заезжать. То есть мы ни с одной стороны, ни с другой стороны подъехать к своему гектару не можем. Несмотря на то, что у супругов Клименко есть все основания, и больше того, они обязаны осваивать дальневосточный гектар по закону, проблемы с допуском на эту землю продолжаются. За последние два месяца Светлана с мужем обнаружили, что как минимум 50 человек находятся примерно в той же ситуации. С некоторыми из них им удалось связаться и начать составлять коллективные обращения в самые разные инстанции. Первым стало Агентство по развитию человеческого капитала, логотип которого можно увидеть на главной странице сайта ДВ Гектара. И те дали ответ. Может дело в том, что в мае 2017 года 70 тысяч гектаров земель Минобороны передали в муниципалитеты Приморья. Это разнообразные земли, сельскохозяйственного назначения, бывшие полигоны, аэродромы, военные городки с имуществом. Муниципалитетам края передана большая работа. Нужно сформировать участки, предназначенные для выдачи приморцам, а также внести изменения в схемы территориального планирования. Справились ли они со своей задачей? Как видимо, нет. Евгений Черемухин, Сергей Тулатиев, Новости на Восьмом.